Молодые люди собираются в фойе культурно-досугового центра Заречья, фотографируются со священнослужителями. Здесь проходит День православной молодежи Московской области. Одним из гостей стал Андрей. Он не впервые на подобном мероприятии. На таких слетах у юношей появляются новые друзья. Он узнает много нового. Сейчас учится в 11 классе, готовится к сдаче ЕГЭ. Готовлюсь. Но, как я понял, без таких мероприятий, без храма, без религии, я бы, наверное, уже год назад сдался бы. Поэтому, в целом, подготовка к ЕГЭ у меня очень сильно завязана на именно храм. Всемирный День православной молодежи отмечается в День Сретения Господня. Поэтому и встреча начинается с праздничного тропаря. После этого несколько приветственных слов гостям от представителей Одинцовского благочиния и комитета по культуре. Культура – это некий проводник между духовным и светским миром человека. Эти спикеры, которые сегодня представлены перед нашими гостями, огромная благодарность этому Одинцовскому благочинию и Московской епархии. И они, думаю, помогут ребятам не просто немножко ярче, интереснее посмотреть вперед, в будущее, но и осознать себя как целостную, яркую, самодостаточную единицу в этой жизни и в обществе. Далее в программе побуждающие к размышлению диалог. Ребятам рассказывают об истории, науке и религии. Заставляют думать, задавая по ходу выступления вопросы на эти темы. А в завершении мероприятия – ответы спикера на вопросы молодежи. Их интересуют вопросы веры, проведения церковных таинств и обрядов, а также роли молодежи в современном мире. Я, честно говоря, с одной стороны не переоцениваю молодежь, с другой стороны не недооцениваю. То есть молодежь, в принципе, во все времена – это двигатель, которому нужен нормальный топливо, чтобы ехать дальше. В то же время правильный путь, чтобы все-таки не изрулить куда-то и весь этот потенциал не спустить просто в пшик. Вот поэтому так вот позитивно смотрю на молодежь. Мероприятие стало традиционным, но в этом году у встречи появилась дополнительная мотивация. Возможность живого общения, которое в последнее время из-за ограничений, связанных с пандемией, стало дефицитным. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо. Спасибо.